Привет! Это снова Велсаком, и я хочу поговорить с вами о людях, сотрудниках, клиентах и акционерах. То есть о тех, кто создает образ любой компании и двигает ее вперед. Сегодня в команде самолета более 16 тысяч человек. Это сопоставимо с гигантами хай-тек индустрии. Сюда входят и сотрудники, и агенты сети Самолет Плюс. И эти ребята делают огромную работу. В домах, построенных самолетом, живет почти 200 тысяч жителей. А с учетом проектов, построенных ГК МИЦ, которая недавно стала частью компании, их число превысит 350 тысяч. А еще более 150 тысяч акционеров доверяют самолету и инвестируют в него. И чем же компания так привлекает своих клиентов, сотрудников и акционеров? Давайте разбираться. Начнем с сотрудников. Важно, чтобы люди каждый день работали не только ради роста бизнеса и финансовых результатов, но и над улучшением качества жизни клиентов. Чтобы собрать и замотивировать такую амбициозную, творческую и неравнодушную команду, самолет активно развивает собственный HR-бренд и уже входит в число лучших работодателей России. Компания делает все, чтобы людям было комфортно. Например, самолет давно использует принцип удаленной работы, а в прошлом году одним из первых протестировал четырехдневную рабочую неделю. Мне нравится такой подход. Сегодня в самолете есть четыре ценности. Первая из них — это свобода быть собой, оставаясь частью команды. Это ценность про то, что мы даем каждому человеку возможность самовыражения. От простых вещей про то, в какой одежде мы ходим в офис, до более сложных — про право на ошибку, право брать ответственность, право предлагать идеи, не соглашаться с чем-то, но при этом все это вести в конструктивном командном духе и в партнерском взаимодействии. Вторая ценность — это дерзость не признавать статус-кво. Это во многом та ценность, которая, несмотря на то, что не была сформулирована еще год или два назад, была внутри ДНК-самолета и позволяла нам первыми на рынке запускать индивидуальную отделку, первыми на рынке делать какие-то финтех-продукты и прочее. В принципе, делать те вещи, которые обычно девелоперы не делают. Третья ценность — это сила умных решений, которая, что интересно, на самом деле, в противоречии с предыдущей, не признавать статус-кво и сила умных решений — это вот про разные, это даже разные люди. Вместе они друг друга балансируют и позволяют взвешенно на данных принимать решения, делать модели, делать нормальные расчеты, и поэтому не только не признавать статус-кво, но и системно развиваться и расти. И последняя ценность про мечта вращать планету — о чем она? О том, что все, что мы делаем, это не только про деньги. Это про то, что мы хотим системно и долгосрочно улучшать жизни наших клиентов, улучшать жизни наших сотрудников и делать что-то хорошее и для государства, и для инвесторов, ну и, в принципе, вокруг нас. За последний год команда самолета практически удвоилась. Сейчас в месяц мы нанимаем около 600 человек, и это очень разная целевая аудитория. Это и проектировщики, и строители, и айтишники, и ребята, которые занимаются финтехом, и службой эксплуатации для наших жилых комплексов. Очень большой спектр разных людей. И для того, чтобы с такой скоростью формировать и успевать адаптировать команду, есть несколько важных аспектов. Первое — это про бренд-работодатели. Мы должны очень четко коммуницировать на рынок, что мы даем для сотрудников и что мы от них хотим взамен. То, что объединяет на самом деле молодых, крутых, талантливых специалистов во всех этих целевых аудиториях, они сейчас хотят выбирать компанию, которая делает что-то классное и полезное. А мы этим занимаемся. И второе — они хотят видеть, собственно, результат своей работы. Что они не просто будут бумажки перекладывать, они будут делать что-то полезное каждый день. И продавая им эту историю и потом выполняя свои обещания, мы и привлекаем сейчас, наверное, во многом лучших людей из разных отраслей. Ценности самолета определяют то, как компания работает в сфере ESG или устойчивого развития. Самолет не просто создает жилые кварталы, а работает над тем, чтобы жить там было комфортно и спокойно, формирует культуру добрососедства, а также вовлекает жителей в экологические проекты. В ESG-направлении сейчас есть четыре таких важных фокуса. Первое — это развитие добрососедства и комьюнити. Второе — это профилактика всех форм дискриминации. Третье — это экологическое просвещение. И четвертое — работа с отходами. В направлении добрососедства у нас есть большая цель, чтобы 7 из 10 соседей были знакомы друг с другом. И в этом направлении у нас есть такой базовый подход, что мы идем за инициативой жителей. То есть мы делаем то, что им действительно интересно. В этом году больше 333 тысяч человек приняли участие в мероприятиях комьюнити. И у нас уже сейчас больше 178 комьюнити в жилых комплексах. Есть очень классный пример. В жилом комплексе Люберцы жительница предложила создать литературный клуб, читательский клуб. Фактически от нас ей нужна была только поддержка в помещении. И в итоге сейчас это большое сообщество в Телеграмме, где люди обсуждают книги, выбирают книгу месяца, читают, встречаются в помещении соседского центра, обсуждают эти книги. И все это выросло только потому, что была инициативная жительница. Нам действительно важно, чтобы жители знали друг друга и не было каких-то барьеров в общении между разными группами. Мы делаем проект по профилактике ксенофобии. На текущий момент проект состоит из такой серии мероприятий, где люди знакомятся с культурными особенностями, традициями разных стран. И на самом деле это вызывает потрясающий отклик, потому что те представители разных народов, которые приходят на эти мероприятия, чувствуют себя в этот момент как дома. Они понимают, что здесь их культуру принимают, они понимают, что здесь им рады, они могут делиться тем, что у них есть. И это в целом создает такую инклюзивную среду. В 2021 году мы установили на территории первого жилого комплекса фондомат и поняли, что это действительно инновационный и уникальный продукт, который мы можем предложить нашему покупателю и жителю. Это возможность вести экологически ответственный, экологичный образ жизни прямо в своем жилом комплексе. Когда ты, выйдя из своего подъезда, тут же можешь дать бутылку или пластиковую банку, или одежду, или технику, или батарейки, или шины, и так далее, и так далее, и так далее, не уходя куда-то далеко. А помимо этого мы сделали систему экобонусов. Сдавая бутылку или банку фондомат, можно получить экобонус, которым потом оплатить ЖКХ. Нам важно, чтобы раздельный сбор отходов происходил не только в домах наших жителей и покупателей, но и мы сами, естественно, тоже, как ответственная компания, стараемся заниматься раздельным сбором отходов. И на текущий момент, уже сейчас, 90% строительных отходов компаний «Самолет», которые образуются на наших площадках, разделяются и вовлекаются во вторичный оборот. «Самолет» — очень успешный бизнес. И один из критериев успеха — это стоимость акций на московской бирже. За три года после IPO в 2020 году акции выросли в четыре раза. Даже биткоин за это время таким не может похвастаться. Но давайте посмотрим, как так вышло и какие результаты принес 2023 год. Что такое байбэк и зачем компания его проводит? Что значит для компании включение в индекс Мосбиржи? Инвестиционный кейс «Самолета» основан на истории агрессивного роста. Этот рост связан с тем, что мы увеличиваем присутствие в нашем ключевом московском регионе. Мы активно выходим в новые регионы, выходим на новые рынки. Например, рынок вторичной недвижимости через сервис «Самолет Плюс». Мы запускаем новые продукты, новые сервисы. Например, активно идем в финансовые технологии. Поэтому за последние несколько лет компания показывает очень серьезные темпы роста. Для примера, такой показатель, как выручка с 2018 по 2022 год, увеличился почти в четыре с половиной раза. А такой показатель, как скорректированная беда – это уровень прибыльности компаний, на который смотрят инвесторы, увеличился более чем в девять раз. И это несмотря на то, что рынок недвижимости за это время переживал разные периоды. И в 2023 году мы также продолжили агрессивно расти, развиваться, увеличивать финансовые показатели. И мы видим, что инвесторы оценили нашу историю успеха. У нас за последний год значительно увеличилось число розничных инвесторов. Сегодня их число уже превышает 150 тысяч человек. Для сравнения, когда компания только проводила IPO три года назад, их было всего 10 тысяч. Мы благодарны каждому из инвесторов, который доверил нам свои деньги и верит в историю успеха самолета. Помимо розничных инвесторов, нам удалось привлечь в капитал ряд крупных институциональных инвесторов. Это пенсионные фонды, это управляющие компании, инвестиционные компании, это family offices, это крупнейшие российские банки. Сегодня мы продолжаем очень активно работать с инвесторами. Мы абсолютно открыты. Мы общаемся на разных площадках, используем социальные сети. Для нас главное – это предоставить инвестору полную картинку бизнеса, быть полностью прозрачным, быть в диалоге. И мы видим, что этот подход, он дает свои результаты. С начала 2023 года акции самолета выросли почти на 60%. Это очень хороший показатель. Динамика превосходит рост индекса московской биржи за этот период. Тем не менее, мы считаем, что акции компании сильно недооценены. Для примера, в конце 2021 года котировки были еще выше, а бизнес наш за это время вырос практически в два раза. В этой связи и Совет директоров в этом году принял решение о начале программы buyback. Buyback – это когда компания выкупает свои собственные акции на открытом рынке, на московской бирже. В дальнейшем эти акции могут быть использованы для разных целей. Классические примеры предполагают их погашение, что приводит к росту доходности каждого акционера. Также эти акции могут быть использованы, например, для сделок M&A, для покупки других компаний. Или они могут быть направлены на программу мотивации менеджмента. Это решение, которое еще предстоит принять Совету директоров в будущем. В 2023 году акции «Самолета» были включены в индекс московской биржи. В индекс входят порядка 50 крупнейших российских компаний. И это высшая лига. Это признание успехов «Самолета» не только с точки зрения развития бизнеса, но и с точки зрения нашей акционерной истории. После включения в индекс мы попадаем на радары инвесторов. Мы сегодня становимся открытыми для инвестирования различным групп инвесторов. Это крупнейшие пенсионные фонды, это страховые компании. То есть это решение очень важно с точки зрения расширения инвесторов, которые могут приобретать акции «Самолета». И, конечно, это приведет и к росту ликвидности, и к росту узнаваемости, и должно транслироваться в рост стоимости акций групп «Самолета». «Самолет» не только размещает акции и облигации, но и предлагает инвесторам целый набор инструментов, позволяющих зарабатывать на рынке недвижимости. В 2023 году компания запустила линейку «Запив» – закрытых паевых инвестиционных фондов для инвестирования в недвижимость. Давайте разберемся, что это такое и какие возможности получают инвесторы. У нас здесь две цели. Первая цель – это сделать инвестиции в недвижимость доступными для широких слоев населения, поскольку вложиться можно будет в паи наших фондов буквально с суммами от нескольких тысяч рублей. Вторая цель – это рост продаж нашей недвижимости, поскольку мы расширяем круг потенциальных покупателей наших активов таким образом, что мы уже продаем не непосредственно квартиры тем, кто будет в них проживать, а продаем квартиры инвесторам в виде финансового продукта. Один из первых фондов, который мы запустили – это совместный фонд с управляющей компанией «Альфа Капитал». Это квартиры на стадии строительства, которые должны показать достаточно хорошую доходность не ниже уровня инфляции. Второй вид фонда – это уже самостоятельный фонд с независимой управляющей компанией. Фонд называется «Самолет коммерческий капитал». В этом фонде сформированы активы с коммерческой недвижимостью в виде первых этажей наших жилых комплексов с сетевыми арендаторами, с продуктовыми магазинами, с аптеками, с кофейнями и другими видами сервисов и услуг. Также в этом году мы планируем запустить третий фонд с одним из ведущих банков. На следующий год у нас в планах целая линейка новых фондов, в том числе фонды с отдельно стоящей коммерческой недвижимостью, а также фонды уже для квалифицированных инвесторов, где активом является непосредственно девелоперский проект. То есть мы планируем давать возможность инвесторам заходить в капитал застройщика через приобретение паёв закрытого паёвого инвестиционного фонда недвижимости. Какой можно сделать вывод? Принцип ставить людей на первое место ведёт к лояльности как клиентов, так и партнёров, инвесторов и сотрудников. В итоге клиенты не просто покупают квартиры, но и продолжают пользоваться сервисами самолёта. Сотрудники остаются вовлечёнными и ведут компанию к новым рекордам, меняя мир к лучшему. Инвесторы зарабатывают на акциях и новых финансовых инструментах от самолёта. Как и в мире высоких технологий, успеха добивается лишь тот, кто постоянно развивается и прыгает выше головы. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!